29 июня в нашей стране отмечается День изобретателя и рационализатора. Празднуют его и в Пинске, где есть свои кулибины, которые подтверждают мастерство на профессиональных конкурсах. Подробнее о некоторых из них в сюжете Владимира Городнюка. Есть утверждение, что многие изобретения случились благодаря лени. Человек таким образом облегчает себе жизнь. Но чтобы добиться этого, порой приходится все же много трудиться. Примерно так, как участники областного конкурса рационализаторов и изобретателей. Проводится он в Пинске на базе Центра инновационного и технического творчества вот уже 16 лет. За это время были представлены сотни работ и воплощенных в жизнь идей, иногда не одним месяцем стараний. Лучшие из них заслужили внимание жюри, наград и в будущем имели определенную перспективу. Пинчане в этом отношении не отставали. Со своими распредложениями и изобретениями не раз отличались на республиканском этапе конкурса. Это удалось им и в нынешнем году. Привезли несколько конкурсных дипломов высшего достоинства. Этот учебный год был очень сложный в целом для Брестской области, потому что все области довольно сильно готовились к республиканским мероприятиям. А их в этом году было 9 масштабных мероприятий. И если мы берем анализ этого учебного года, то мы видим, что сегодня пинчане показывают на уровень выше свои изобретения и рационализацию. Успех пинских изобретателей и рационализаторов – это, как правило, итог командной работы, где постарались и учащиеся, и преподаватели учебных заведений. В этом году можно выделить несколько – Пинский индустриально-педагогический колледж, аграрно-технические и аграрно-технологические колледжи. Их работы оценивались с учетом тематики года малой родины. Вот такое изобретение показывали для Савушкиного продукта представители Пинского колледжа Клещева. И что оно сегодня на базовом их предприятии в городе Пинске уже используется для очищения воды. Вот это изобретение тогда заинтересовало жюри, потому что оно может быть востребовано у нас на Пинщине, на нашей малой родине. Автоинструктор – такое название носит тренажер-симулятор, изготовленный в Пинском колледже машиностроения. Работа завоевала на республиканском этапе второе место. По сути, это не изобретение, а РАЦ-предложение. Такие устройства существуют, но это изготовлено специально для учащихся колледжа. Предложил идею Сергей Гришко. Работа командная. Сделано своими руками. Это самое главное. А все остальное, ну, естественно, сделано в заводских условиях, приборы, может быть, и лучше. Но все-таки дети вложили свою душу, им это нравится. Частенько бывают трудности, когда человек впервые садится за руль, испытывает серьезный стресс, особенно выезд в город, не освоен с органами управления автомобиля. Ну, и возникла идея. Здесь в безопасной остановке, чтобы человек лучше подготовился. Посадить его на тренажер-симулятор. А вот и перспектива. Автоинструкторам заинтересовались несколько учебных заведений и, возможно, закажут симулятор. Устройство недорогое, энергоэффективное, довольно простое в использовании. Иногда бывает так, что решение можно подсмотреть в интернете, в каких-то других разработках. То, что продается в магазине, скажем, инструмент. А ведь его можно сделать гораздо проще. Его можно сделать из тех элементов, которые иногда просто на металлолом уходят. Лично Роман Костюков, как изобретатель и рационализатор, за 18 лет практики уже обладает шестью республиканскими дипломами. Наверняка, копилка его наград будет еще пополняться. Этого можно пожелать всем, кто имеет пытливый и находчивый ум, а с ними и золотые руки. Субтитры создавал DimaTorzok